всем привет дорогие друзья с вами роман канал mobile review и перед вами 32 дюймовый телевизор от компании топ девайс я рассказывал где-то наверно месяца два назад про 50 дюймовую версию телевизора и тогда отмечал первое что цена 20000 рублей за 4к 50 дюймов ну это просто круто дешевле можно было найти буквально там пару моделей сегодня перед вами 32 дюйма top девайс по сути все то же самое что в старшей модели только диагональ на 32 дюйма и разрешение здесь конечно не 4k hd или 1366 на 768 пикселей при этом аппарат стоит максимально бюджетно в этой серии давайте полистаем менюшки чтобы у нас картинка не уходила в заставку стоимость начинается приблизительно от 7000 рублей реально вот прям чтобы вообще не мучиться не искать нигде можно купить где-то за восемь за восемь с половиной тысяч рублей в том же донесе это самый дешевый телевизор со smart tv с hd разрешением с диагональю экрана 32 дюйма дороже там начинаются dex бы причем сразу на тысячу на полторы тысячи дороже и если мы говорим про full hd уже разрешение это уже аппараты там в районе 12 там 13 тысяч рублей если опять же идет речь про российскую федерацию фильмы еще раз сюда по характеристикам значит про цену мы сказали характеристики значит 32 дюйма 81 сантиметр hd экран но то есть это 1366 на 768 это ве и матрица здесь яркость 380 кандел на метр квадратный понимаете это очень высокая яркость для этой цены и для вот этой категории пример 50 дюймов вот этот аппарат топ девайс где-то в районе 250 кандел выдает здесь 380 то есть ну реально классная яркость потому что вы сейчас видите вот изображение при этом свет от окна при этом тут софиты светят сверху ну в общем вот так вот ну естественно поддержки hdr нету я не думаю что был бы какой-то смысл в 32 дюйма это устанавливать есть вай-фай можно подключиться к сети это естественно здесь используется wild red это оболочка вы ее сейчас видите на экране достаточно легкая при этом понятная здесь есть разделы ну я тоже об этом всем расскажу главное что она супер быстрая вот все летает все прыгает никаких лагов никаких тормозов здесь не бывает звук ну понятно что dolby аудио там стерео но он здесь достаточно примитивный как и на 50 дюймовый диагонали топ девайс но здесь предусмотрели эквалайзеры нажимаете меню звук и вот при этих параметрах получается очень даже приятный звук дальше значит что из интересного 3 hdmi 2 usb 2 антенных входа ethernet есть g45 разъем композитный вход аудио есть цифровой оптический вход есть разъем для карточек и коаксиального входа здесь нету значит крепление стандартная веса 10 сантиметров но или 100 миллиметров расстояние классическая весит этот телевизор примерно 4 и 7 килограмма в упаковке и вот если все разобрать все подключить собрать то получается 3 и 6 килограмм ну вполне себе легенький можно брать простейший контейнер в комплекте будут ножки они такие трапециевидные в 57 версии они полукругом сделаны инструкция гарантийный талон ну и в общем то все значит давайте расскажу быстро про оболочку потому что она здесь действительно прикольная wild red называется в первом разделе это у вас тв значит от по моему мир 24 называется приложение дальше раздел фильмы здесь идет агрегация из всех сервисов подборки там и так далее вот в данном случае о ком wing ну и тому подобное есть соответственно раздел сериалы все то же самое с фильмами только здесь сериалы детям из ока подборка идет различных мультиков там здесь вот побольше видите 24 дальше ока или star ну и так далее и есть раздел спорта здесь уже берется вести 24 новости спорта так ну вот от ока опять же следующий раздел обучения здесь очень много интересных вещей честно говоря вроде ну и чё тут такого а тем не менее я завис на вот этом моменте потому что вы здесь можете выбирать классы например да там 7 8 10 там со 2 допустим это алгебра да но она начинается 7 класса а есть например здесь русский язык но вот он начинается с первого класса и здесь вы видите по класса можно распределить и посмотреть какие-то уроки обучающие причем тут смотрите и химия геометрия чего только тут нет я смотрел бесплатно это все дело но как вы понимаете это фишка платная то есть нужно будет какую-то денежку заплатить но прикол вообще вот в этом во всем что вы можете выбрать любой раздел допустим вы хотите подготовиться там и не знаю геометрии да и вот выбираете геометрия и допустим за выпускной 11 класс и вот тут есть вам пожалуйста обучающие уроки но не буду долго останавливаться просто меня эта фишка прям прельстила то есть вы прям интересно было посмотреть ну и последний раздел это приложением здесь стоит android версии 11 по умолчанию это авто это тиви то есть можно отсюда скачать любые программы все что вы хотите здесь есть агрегатор из всех сервисов то есть все есть все можно найти и инсталлировать я там даже какие-то прямо совсем непонятные типа там знаете систем инфо и чве но где она только есть в google play и тут она тоже присутствует выходим назад но самое интересное что здесь google play store есть можете залогиниться и соответственно инсталлировать все программы а по умолчанию ну смотрите тут все есть тут вот есть youtube как бы его версия есть просто youtube wing star око первый канал и я тут поставил например device info kid link опус файл менеджер почему-то не было изначально вк-видео ну понятно короче говоря это android tv и поэтому вы сюда можете поставить все что хотите что еще еще вот здесь вот есть раздел с аккаунтом вы туда вписывать того кого хотите я записал свою дочку пусть пока для теста будет дочка саша здесь есть настройки выполнен они вот таким вот образом более аскетично чем в 50 дюймовой диагонали но тем не менее тут все очень просто выбираете сеть настраивайте время здесь есть язык обои можно установить но когда у вас аппарат молчит аккаунта и информацию о системе посмотреть сразу понятно 8 гигабайт встроенной памяти 1 гигабайт оперативной памяти 11 android вот так называется эта версия этого устройства есть прошивка здесь используется процессор mediatek но даже неважно какой 4 ядра мали g31 и все очень быстро работает заметьте никаких глюков никаких тормозов здесь нет вот эта иконочка у нас ускоряет работу ну не знаю можно там раз в день нажимать чтобы все было еще лучше а так вообще проблем никаких нет все очень быстро запускается буквально несколько секунд там youtube какой-нибудь да запускаем youtube вот он раз все загрузился перемещаемся быстро нажимаем кнопочку назад выходим окей запускаем я не знаю там опять же оптой тиви вот он сейчас быстро загрузится потом мы нажимаем назад обратно на youtube и youtube у нас раз и сразу запустился то есть вот казалось бы всего лишь один гигабайт оперативной памяти а вот так вот быстро запускает соответственно проигрывает все любые файлы x-виды дивы x и на я не знаю там h 264 265 вплоть до full hd даже может быть иногда 2к он все это поддерживает никаких проблем никаких подтормаживаний все очень быстро работа давайте вот или грузонем ну как вот одно из самых распространенных кинопоиск здесь работает очень быстро у меня на аппаратах например киви на аппарате от сяоми все ну не так быстро как на вот этом телевизоре здесь какая-то такая прям классная оболочка используется и так иви каталог что тут есть в каталоге и каталоге как вам легче называть ну тут естественно идет подгрузка ну а дальше уже все очень быстро все пролистали посмотрели вот загрузили вот это кстати фильм абсолютно дурной хочу не могу смотрел еще такое себя убийство по фрейду довольно примитивный фильмец тоже смотрел пёс вполне прикольный фильм плюс тут здесь тут здесь актеру классный вот ну и тут большую часть конечно смотрел против всех странный фильмец вот акушер советую посмотреть примитивный такой но знаете он душевный прям душит на душевный ну и друзья понятно все видели друзья и так назад бац выходим естественно здесь есть 5g мая вот так раз выбираете 3g мая аудио видео если у нас источник есть в юсби то соответственно юсби ну и вот у нас антенные входы-выходы эти всякие тут тоже присутствуют назад нажимаем кнопочку тут есть кстати скриншотил к можно скриншот сделать отсюда можно вызвать меню изображение почти нет никаких настроек вот я кстати не советую их делать потому что телек не для настроек изображения контрастность яркость и подсветку подсветку выкрутили а вот эти параметры не стоит вообще никаким образом выкручивать потому что будет только хуже вот но опять же за 8000 рублей за зачем тут чет крутить вот слава богу что изображение довольно таки шустро быстро опять же можно найти youtube запускаем но это не совсем youtube до другого называется здесь нет голосового поиска к сожалению но зато давайте мобайл ревью запустим ну вот собственно изображение к сожалению муар не могу снять вы видите такое вот как через сетку какой-то картинка увы ничего не смогу с этим поделать потому что ну так снимает камера вот можно попробовать подкрутить что-то ну вот так сеточка возрастает к сожалению это связано с тем что сетка пикселей таким образом построено что вот камера захватывает именно так вот послушаем звук до громкость действительно не малютка но по нынешним временам он воспринимается именно так очень компактный если говорить про второе главное качество но он году из 22 с 22 и 22 плюс получить по громкости очень окей по тембру классно все опять же игру настроил через менюшку вот эту вот звук и здесь выкрутил а по умолчанию звук был такой знаете примитивный плоский высокочастотный но сейчас вполне можно смотреть углы обзора у телека великолепные никаких проблем нет единственный минус который сложно показать на камеру связано с немножечко таким замыливанием изображения когда в кадре большое количество перемещений людей допустим потому что на обычных объектах не так заметно когда люди ходят у них лица так вот чуть-чуть как будто такое мыльцо появляется по записи это сложно я пытался каким-то образом показать в предыдущей модели на 50 дюймовой диагонали но у меня здесь простой ответ семь тысяч восемь тысяч рублей это гаджет предназначенный за этом в детскую либо на кухню и соответственно там главное чтобы он просто хорошо показывал до чтобы яркое изображение было чтобы были углы обзора большие и чтобы ну более менее нормальный звук здесь все это есть вот что касается разрешения я предвижу вопросы мол для детей надо чтоб там full hd 4k но вот у меня расстояние сейчас здесь где-то метра два с половиной из такого расстояния у меня там висел телевизор full hd до 32 дюйма и я абсолютно не вижу разницы в картинке вот ближе да там где-то на метр подсиживаешь и вот на в метре видно видно разница а вот на таком расстоянии разницы никакой нет но тем более full hd гораздо дороже стоит вот поэтому вот такая история еще раз повторю что во многих магазинах данная модель является самой дешевой вот вот прям вбиваете топ девайс 32 дюйма ну и там hp kb чем это вот это вот длинное название и получается что там восемь с половиной восемь тысяч рублей он стоит дальше всякие дэкспы какие-то непонятные еще устройства идут но а бренды даже бибренды они туда ближе к 15000 вот собственно все что я кратенько хотел вам рассказать про данный девайс в принципе мне очень все понравился я боялся что за такие деньги будут уродское изображение чтобы он будет тупить что будет глючить потому что я пользователь 32 дюймового smart tv от xiaomi xiaomi 4s и по какой-то причине он у меня дико тупит мне приходится его выключать из сети потом опять включать и тогда более-менее все это почему не знаю кстати фишер очень стрёмный сериал он крутой но страшный сериал можете заценить вот недавно его смотрел классный фильм душа от pixar прямо прям слезы уау содержанки ничего так фильме почти все эти сериалы уже поглядел это я не смотрел и по фильмам знакомство с родителями совсем примитивный фильм аватар классные последние аватары смотрел прямо супер первый был ну выше всех похвалы а вот второй до немножечко предсказуемо но он настолько круто сделанной держит напряжение прямо вообще все хорошо но тут что тут больше нечего особенно сказать какие-то фильмы я видел какие-то нет вот эти фильмы я не видел но они еще на иви и у меня нету подписки ока тоже нет подписки все если будут естественно вопросы вы их задавайте но вообще конечно у нас выйдет материал на mobile review.com там будут углы обзора там и будут подробности какие-то там форматы файлов и прочее там какие-то нюансы будут здесь вот как-то так вкратце в принципе и в целом спасибо пока пока